Здравствуйте! Меня зовут Ирина и я очень рада видеть вас на своем канале Second Club. Сегодня будет долгожданное продолжение прошлого выпуска. Я покажу вам, как сходило на скидку 50%, что купила из того, что не взяла в завоз и что нового появилось в магазине. Во второй части вы увидите вещи, которые я приобрела, уже приведенные в порядок, ну и, конечно же, готовые образы с ними. Желаю вам приятного просмотра! Сегодня у меня нет возможности посетить сразу все три зигзага удачи, поэтому пришлось выбрать один, и мы с вами отправляемся на скидку 50%. Людей в магазине пока немного, но это еще только утро. Даже на таких больших скидках можно найти хорошие брендовые вещи. Например, попались джинсы Ли, которые сегодня стоили 250 рублей, и белые джинсы от Мисс Сиксти, которые сегодня стоили 150 рублей. Новые брюки Коламбия сегодня стоили 200 рублей. Пока я смотрела, магазин уже прилично заполнился людьми, потому что все любят такие большие скидки. Многие в комментариях к прошлому видео спрашивали меня про купальники, и у нас как раз завезли их к лету. Наверное, примерно 40-50% это новый товар с бирками. Учитывайте, что это то, что долежало до 50% скидки. На завозе выбор гораздо больше. В прошлом сезоне я покупала себе для отпуска пару купальников очень хорошего качества. И в этом году уже успела купить купальник и несколько пляжных аксессуаров. Если вам интересна эта тема, то можно будет сделать отдельный выпуск, посвященный пляжному сезону. Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Здесь я имею в виду не только купальники, а полностью готовые образы для отдыха на море. Девочки размера плюс сайз, обязательно обращайте внимание на купальники в секонд-хендах, потому что мне встречаются очень интересные модели, которые у нас в продаже в обычных магазинах не найти. Помню, я как-то безуспешно искала себе купальник с юбкой в наших магазинах, но нашла только в секонд-хенде. И мы с вами отправляемся в примерочную. Сегодня даже пришлось постоять в очереди, потому что было много народа. Примеряю первое платье. Я его уже видела в завоз, но в примерочную тогда брать не стала, потому что оно из стопроцентного полиэстера. Красивая расцветка, все как я люблю, желтый, бирюзовый и розовый, актуальный рукав, неплохая модель, но ткань не очень приятная к телу. Такие платья красивые, но некомфортные. Летом в жару лучше отдать предпочтение натуральным тканям. Хотя, например, для какой-нибудь фотосессии за такую цену вполне бы подошло. Цвет, конечно, очень красивый, жалко было его оставлять, но переборола себя. Изначально оно стоило 400 рублей, а сегодня со скидкой 50% 200 рублей. Еще одно платье, это уже 100% хлопок, структурированный, плотный, хорошо держащий форму. И судя по тому, в каком оно состоянии, ткань не мнущаяся, что большая редкость для хлопка. Я все-таки люблю более струящиеся ткани, поэтому оставила это платье в магазине. Изначально платье стоило 500 рублей, сегодня со скидкой 250 рублей. Это недорогой бренд, который широко представлен в России, например, на Wildberries и LaModa. Следующая находка, классическое минималистичное платье белого цвета из 100% хлопка от бренда Uniqlo. Мне, если честно, не нравится, когда хлопок просвечивает и видно карманы и нижнее белье. Стоило оно 400 рублей, сегодня со скидкой всего 200 рублей. Попалась вот такая сумка в морском стиле от масс-маркет бренда Daniela Patrici. Она из искусственных материалов, мне понравился дизайн, но качество оставляет желать лучшего. Была бы это натуральная кожа или текстиль, она бы без сомнения отправилась ко мне домой. Ее цена сегодня 250 рублей, изначально она стоила 500 рублей. Следующее платье от российского бренда Lime, который появился еще в 2008 году, но популярность обрел только в последние годы. Сейчас в России практически в каждом крупном торговом центре есть магазин этого бренда. Платье и рубашка трапециевидной формы состоит из 100% полиэстера. Выполнено качественно, пуговички брендированы, изначальная цена была 750 рублей, сегодня со скидкой 375 рублей. В следующем я примеряю платье от бренда Zara, из тончайшего и мягчайшего хлопка, легкая, воздушная, летящая. Длина миди, актуальный крой, красивый рукав, на бирке указано, что изготовлено оно в Марокко. Это как раз то, что мне нужно, однозначно его беру, цена сегодня 200 рублей. Верхнюю часть от этого костюма я показывала в первом выпуске, но сегодня мне еще попалась и юбка. Красивый мятный цвет, интересный фасон, абсолютно минималистичный. Единственный минус у этого костюма, и он самый весомый, это то, что он очень неприятный к телу. Даже полиэстер бывает разным по качеству, в этом случае он грубый, а швы выполнены так, что колятся и доставляют дискомфорт. Хотя в составе есть даже 24% хлопка. Бренд Lost Ink, цена юбки сегодня 175 рублей, и блуза тоже стоила 175 рублей. Понравилась эта яркая блуза от бренда Zara, она очень трендовая, с запахом и завязками на талии. С ней я примеряю джинсовую юбку от H&M. Блузу я однозначно беру, потому что у нее помимо красивого дизайна, еще и идеальный состав, 100% вискоза. А юбка остается в магазине, она совершенно обычная, у меня таких уже много. Стоила она сегодня 175 рублей. А цена блузы 150 рублей. Примеряю легкие свободные брюки на резинке серого цвета в мелкую белую полоску. Они укорочены, в принципе сели на меня неплохо, но ничем не зацепили. По составу это 73% хлопка, 24% полиамида и 3% эластана. Цена со скидкой 150 рублей. Следующие брюки белого цвета, классический прямой крой, ткань плотная, похожая на деним. Хорошая средняя посадка и даже длина мне оказалась как раз. Бренд Мартинелли, 38 размер и цена сегодня 150 рублей. Их я оставила в магазине, потому что у меня уже есть идеальные белые джинсы на лето. Следующий примеряю белую рубашку от бренда Zara. Она абсолютно классическая, но с интересными рукавами и вышивкой. Как вы уже заметили, Zara и Mango в наших зигзагах удачи очень много. Но обращаю на них внимание, я в основном только на скидках. У этой рубашки странные рукава, мне они очень длинные. Возможно это такая дизайнерская задумка. Красивая акцентная вышивка, ярко-красные цветы с пайетками. Пуговички из перламутра, в общем качество на высоте и цена сегодня всего 150 рублей. Еще одна интересная рубашка от De Sigual, их вещи всегда хочется рассматривать. Рубашка хорошо скроена, идеально на меня села. Несмотря на то, что она не в традиционных ярких красках этого бренда, но зато с оригинальным рисунком. Каждая деталь, каждая мелочь, каждая пуговичка как всегда продуманы. Стоила эта рубашка сегодня 150 рублей. Белая легкая блуза в морском стиле от испанского бренда Cartofiel. Полоски приятного голубого оттенка с сиреневым отливом, очень красиво сочетаются с белым цветом. Размер М, бирки с составом не было, скорее всего это полиэстер и цена сегодня 175 рублей. Еще одна блуза в морском стиле, который никогда не выходит из моды и остается популярным из года в год. По составу это 100% хлопок, бренд Манго, размер М и цена сегодня 150 рублей. Следующая блузка в восточном стиле, хоть и не люблю черный цвет летом, но не удержалась и взяла на примерку. Раньше я занималась танцем живота и с тех пор у меня осталась любовь к многослойным восточным нарядам. Очень красивая вышивка по составу полиэстер, цена сегодня 150 рублей. И еще одна черная блуза с роскошной вышивкой, это уже какой-то вечерний вариант. Идеальная посадка по фигуре, несмотря на мой рост 160 см, видимо шита она была на девушек петит. Что удивительно, размер на ней указан XL, но она очень сильно маломерит, максимум подойдет на S. Вышивка очень красивая и качественная, цена этой блузы сегодня 125 рублей. Голубые джинсы, скорее всего они винтажные, классические, прямые, на средней посадке. Стоили они сегодня 150 рублей. Попались вот такие оригинальные джинсы от британского модельера Джона Гальяна. Но это оказался маленький размер, поэтому примерять их не стала, решила показать вам. За год моего стажа похода в секонд-хенде, это вторая вещь от Гальяна, которая мне попадается. Первая была сумка. Изначально они стоили 750 рублей, на скидке 50%, их цена составила 375 рублей. И мы с вами поднимаемся на второй этаж этого магазина. Там было пару вещей, о которых я пожалела, что не купила в день завоза. Надеюсь, они долежали до скидки. Из обуви и сумок не попалось совершенно ничего стоящего. Хотя людей, кстати, на втором этаже было значительно меньше, чем на первом. Из новых находок в примерочную сегодня взяла только шорты на высокой посадке от бренда BeFree. Давно искала такую модель. Купила в этом магазине три вещи, две из них, которые дождались меня с завоза. Платье от бренда Lusio, его примерку я показывала в прошлом выпуске. Сегодня оно мне обошлось в 200 рублей. Шорты изначально стоили 500 рублей, сегодня их цена 250 рублей. И рубашка от бренда Magi, ее я тоже показывала в первом выпуске. Цена сегодня 250 рублей. И давайте напомню, какие же вещи я купила на этой неделе. Блуза от Mango сейчас на мне. Бирки с составом не было, но по ощущениям это стопроцентная вискоза. Мне очень понравился ее цвет. Брюки от Tessy с насыщенного фиолетового цвета, с защипами. Очень классная, актуальная модель. Из аксессуаров я купила вот такую сумку. Она из натуральной замши, рыжего цвета, с бахромой. Она абсолютно новая, есть бирка. Интересная блуза от бренда Zara. В цветную полоску, актуальный икрой с запахом, с завязками. И состав стопроцентная вискоза. Эта юбка меня очень удивила. И я теперь без сомнения могу сказать, что это самая любимая модель в моем гардеробе. Знаете почему? Потому что под самой юбкой находятся шорты. И это очень удобно. Сзади есть интересные детали, кнопочки и молния, бренд All Beauty. Бирки с составом не было. Музыка. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Еще одни шорты от бренда BeFree, бирки с составом тоже не было, но здесь ключевым оказался цвет и фасон. Субтитры сделал DimaTorzok Интересная накидка от бренда Zara, молочного цвета. По низу идет вот такая красивая бахрома и она вся расшита и спереди и сзади. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Маги 1866 с нереально красивым рисунком, как будто нанесенным акварелью. Маги 1866 это ирландский семейный бизнес в пятом поколении с более чем 150-летним опытом проектирования, качества и пошива дорогостоящих тканей и одежды в Ирландии. Компания была основана на твиде ручной работы более 150 лет назад, когда Джон Маги впервые открыл небольшой магазинчик по продаже тканей в Ирландии. В 1900 году Роберт Темпл, двоюродный брат и ученик Джона Маги, купил бизнес и сегодня 3-4 поколения семьи Темпл все еще у руля Лин, Шарлотта, Пэдди и Рози. Ткацкая фабрика в Денеголе на берегу реки Эски по-прежнему является сердцем всего, что делают в Маги. Здесь гордятся тем, что поддерживают традицию ткачества и производство текстиля на северо-западе Ирландии, привнося современные тенденции в вековое ремесло. Натуральные волокна, такие как шерсть, кашемир, лен и альпака, занимают центральное место в коллекциях Маги. Эти натуральные волокна являются возобновляемыми и биоразлагаемыми, получаемыми из полностью натуральных источников для мягкого ощущения, которое невозможно имитировать. Философия дизайна всегда продвигала концепцию медленной моды через вневременные коллекции, где вещи предназначены для того, чтобы их носили снова и снова. Здесь можно посмотреть цены на рубашки и блузы этого бренда. И я нашла практически такую же, как моя, стоит она 113 евро. Субтитры подогнал «Симон» Следующая находка Это юбка, длина миди, бирки с составом и указанием бренда не было. Возможно, она сшита вручную. Очень хорошая, плотная, качественная ткань. Еще одно платье, оно из стопроцентного хлопка с актуальным сейчас принтом «Тай-дай» бренд «Сигнал» и произведено оно в Индии. Из обуви мне понравились плетеные босоножки из натуральной кожи на плоском ходу от бренда «Рейс». «Рейс» – это британская торговая марка и сеть розничных магазинов, принадлежащая основателю Дэвиду Рейсу. Компания была основана в 1971 году в Лондоне и сейчас насчитывает более 160 магазинов в 15 странах. Здесь можно увидеть цены на обувь от этого бренда. Еще одно платье от бренда «Зара». Это стопроцентный хлопок, легкое, воздушное, невесомое, тончайшее, но лето самое то. Еще одно платье нежно-голубого цвета с красивым цветочным принтом от турецкого бренда «Лусио». Бирки с составом не было, но по ощущениям это шелк. Следующая находка – это роскошное платье от дизайнера Ксении Князевой. Это российский дизайнер, родом из Пензы, но дебютировала она в 2010 году в Москве с первой коллекцией дизайнерской одежды под собственным лейблом. Здесь можно увидеть цены на одежду и аксессуары от этого дизайнера. Дизайнерская одежда «Лусио» И это были все находки и образы на сегодня, которые я хотела вам показать. Если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите его лайком, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых выпусках, а также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет в описании к этому видео. Ну а я желаю вам удачных находок и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok